большущее спасибо юри форикова за его первый и сразу такой весьма ощутимый донатик а также за отзыв по поводу стрима 100 тарой нереально приятно спасибо за поддержку ребятки если вы также желаете поддержать мой канал ссылочка будет в описании всем буду благодарен и естественно все озвучу уже перед началом следующего видео или стрима привет любителям игры асфальт 9 пару дней назад геймлофты решили так сказать приоткрыть завесу тайны над своими планами касательно очередного уже 14 по счету обновления игры и выпустили патч ноут в котором кроме всего прочего раскрыли идею грядущего сезона а также показали те модели авто за которые нам предстоит бороться ближайшие пару месяцев и так сезон они решили запустить по тематике великобритании этой стране есть что продемонстрировать в плане автопрома и гэл добавили нам четыре новых и один можно сказать старый новый автомобиль релизнутый еще перед прошлым обновлением а еще в игру пришел новый бренд который ранее не был не представлен ну и в данном видео я выскажу первые мысли по поводу этих тачек и на что примерно можно рассчитывать за получив их в гараж в общем обо всем по порядку поехали и первый из показанных лофтами автомобилей сразу же является представителем этого нового бренда о котором я только что говорил это bentley continental gt3 в игре машина данной марки появится впервые а в реале это весьма известный производитель люксовых авто модель gt3 второго поколения добавленная в игру появилась на гоночных треках в 2018 году она оснащается движком в 8 мощностью более 550 лошадиных сил но в девятке нам придется тратить свое время на прохождение гран-при в котором его разыграют и непонятно вообще зачем ведь по статам автомобиль будет просто ни о чем обладая ужасным нитро которая никак не компенсируется максимальной скоростью как это есть например у твр гриффит у которого в стоке скорость 322 а тут всего 285 короче полный проходняк и вообще не парьтесь если вы не заберете его в гран-при особенно если вы татчер ибо для тача авто данного формата бесполезны двигаемся дальше зачем добавлять в игру один bentley если можно добавить 2 подумали разрабы и в c-класс завезли нам bentley миллионер бакалар представленный в начале года он стал самой редкой моделью марки всего будет изготовлено лишь 12 экземпляров турбомотор w12 способен выдавать своему счастливому обладателю 659 лошадиных сил тем игрокам кто раскошелится на сезонный пропуск достанется на халяву но как обычно видимо только в двух звездах по стоковым статам приближен галарда имея знаковое ускорение правда каждая из остальных характеристик у него хоть и совсем немного но хуже поэтому думаю между ними именно ламба будет получше и если у вас созреет вопрос что лучше качать бакалар или галарда то выбирайте второй вариант по крайней мере из начальных показателей можно сделать такой предварительный вывод смотрим далее новые тачки из 14 обновления и оказываемся в классе а и здесь нас встречает автомобильный представитель семейства кошачьих это ягуар cx 75 мне вот как человеку росшему в нулевые это название в первую очередь навевает воспоминания о просто легендарной модели мобильного телефона сименс cx 75 до были же времена ставь лайк если передавал игры по их порту но все-таки сегодня о машинах концепт-кар ягуар cx 75 впервые представили в 2010 году а это уже прошло целых 10 лет на секундочку блин пипец британцы планировали создать довольно много экземпляров но к сожалению этому не суждено было сбыться и проект впоследствии заморозили но зато автомобиль оставил свой след в киноиндустрии 2015 году по ночным улицам рима на нем рассекал джеймс бонд фильме 007 спектр ну и вот у нас теперь появится такая же пусть и виртуальная возможность трассу рим мы уже знаем а какой же в игре будет тачка представляя а класс но имея только пять звезд авто не будет претендовать на звание флагмана класса но в качестве средняка а может и выше среднего я думаю станет весьма приятным аппаратом для сети ускорение блистать не будет но по всему остальному производит положительное впечатление это такой себе vlf force но с заниженным ускорением и апнутой управляемостью ну и четвертый именно новый представленный автомобиль это aston martin valhalla не знал я по поводу правильного ударения поэтому пришлось ютубить и на канале суперкар бонди она звучала именно на второй слог ну а верить ли в этом плане блондинкам уже решайте сами valhalla это тысяча сильный гибрид разработанный совместно с red bull racing и представлены на женевском автосалоне 2019 года и неугомонный джеймс бонд и сюда засунет свои тапки так как авто будет фигурировать 25 фильме об известном агенте 007 под названием не время умирать премьеру которого перенесли из-за известных всем коронавирусных причин на игровых полях сражений предстанет перед нами виде немного улучшенного течруса от 96 автоматически добавляя список претендентов названия флагмана а класса только вот список этот но становится все шире и шире а для многих этим флагманом все также остается поганка передаем привет политики геймофтов а вот в кубках элиты дни поганки сочтены ведь волхава после своего розыгрыша который вероятнее всего состоится в классической спецакции вытеснит всеми любимую уайру из представленных в тех кубках авто ну а я все жду когда уже по классе появится что-нибудь действительно скоростное что сможет конкурировать с середняками с класса интересно дождусь когда-нибудь или нет ну и конечно не забываем про точилу которые лофты засветили еще во время двенадцатой обновы в середине мая это макларен f1 lm и конечно британский сезон это лучшее время чтобы предоставить нам шанс выиграть эту легенду 90-х из 106 экземпляров f1 только 6 являются модификации л.м. что расшифровывается как for le mans данная модификация отличается увеличенной мощностью двигателя 668 лошадиных сил и особым ярко оранжевым цветом в 2015 году один из экземпляров уникального гиперкара был продан с аукциона за 13 миллионов 750 тысяч долларов в девятом асфальте пополнить список скоростных автомобилей b-класса соревнуясь с apollo n и лотосом его я первого он немного превзойдет по максималке и намного по управляемости и нитро с лотусом примерно такая же ситуация но разница в характеристиках уже меньше ну вот правда по максималке лотус будет больше проигрывать чем apollo главной болячкой мака станет весьма посредственное ускорение но тем не менее на прямых трассах думаю конкурентов ему не будет на кривых же huracan скорее всего все еще будет актуален в первую очередь конечно для тач драйверов по сети давным-давно гуляет скрин с якобы золотыми характеристиками макварена ну вот за достоверность я не могу ручаться на сто процентов но считаю что данная информация весьма правдоподобна так что ждем гран-при в котором его разыграют борьба за этот автомобиль обещает стать поистине жаркой вот такие они новые авто предстоящего 14 обновления asphalt 9 а британский сезон кроме них принесет нам еще и новый сезон карьеры новые смайлики небольшие изменения в сети наконец-то более-менее массовое внедрение опции 60 fps для андроида вот кстати мое устройство оказалось лишним на этом празднике плавности ну и другие мелкие изменения ссылку на полный патч ноут я оставлю в описании ну а вас попрошу в комментариях написать свое мнение по поводу новых авто и обновы в целом я все комменты читаю и спасибо всем кто досмотрел это видео до конца и надеюсь оно вам понравилось подписывайтесь если не подписаны также можете поддержать мой канал по ссылочке в описании всем буду благодарен удачи вам на трассах асфальта всем пока